Классические оперные голоса Ученица Могилевской гимназии колледжа имени Глебова Маша Бложкина классическим вокалом занимается всего два года. И, внимание, вопрос. Как в этой миниатюрной девочке помещается такой мощный голос? Ответ. Огромное желание петь, репетиции по два часа в неделю и чуть-чуть мороженого. Это чтобы уникальный голос не сорвать. Кстати, он еще формируется и запоет Маша колоратурным или лирическим сопрано, покажет время. Но эта девочка уже точно знает, чего хочет от будущего. Я владею голосом, поэтому не он, но не как-нибудь иначе, а именно я им, поэтому думаю, что все сейчас. У меня цель вперед, только вперед с голосом, то есть вперед с песней, поэтому. Раньше я не задумывалась об опере, но я раньше и петься особо не умела, поэтому тут сейчас я очень мечтаю, в принципе, желание есть, чтобы именно на оперу, то есть петь именно там. А вот Егор Дудко уже успел себя попробовать и в эстраде, и в роке, но решил, классика – это вечно рафинированно и очень профессионально. Егору повезло, его голос переломался весьма удачно и без неприятных последствий. Теперь оттачивание мастерства или до драматического тенора, или до лирического баритона. А в перерывах можно и футбол с друзьями погонять. Егор признается, классику выбрал потому, что ему нравится петь мощным, объемным голосом. И микрофон здесь ни при чем. Я слышала, что певцы, классические певцы всегда говорят очень тихо. Это правда? Ой, знаете, не всегда. Потому что я встречал людей, которые говорят именно в вокальной маске. То есть вот это вот, за постоянным вот таким вот голосочком. Ну, в основном, конечно, потому что надо беречь голос. Чтобы озвучить огромные оперные театры, нужен мощный голос в любом случае. И для этого его нужно беречь. Чтобы поставить академический вокал, нужно время и особое приемы. И непосвященному может показаться, что педагог и ученик говорят на другом языке. И вообще классика – это не только творчество и талант. Еще, и кто бы мог подумать, математика и физиология. Очень много принципов всяких, как это делается, формируется, вот этот вот купол в голове, куда направлять. В нос надо петь, кричат там, понимаешь. А ты сейчас вот сюда должен спеть. Ты где ты должен в лоб сейчас спеть? А в затылке почему не резонирует? Где булки твои, почему не работают? Ну, это комедия иногда. Вот. Правда. Классика – сложная наука и великое искусство. И вряд ли любой эстрадный исполнитель возьмет, допустим, Си третьей октавы или До контр-октавы. А вот академисты эстраду вполне себе потянут. Как сложится судьба этих ребят, покажет время. Может, их ждет Ласкало или Ковентгарден. И всемирное признание, а мы будем гордиться, что они наши. А может, преподавание в Альмаматор. Как бы там ни было. Ясно одно – такие голоса еще поискать. Субтитры сделал DimaTorzok